Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Нина Матвеева. Приветствую всех на моем канале. Хочу вам предложить сегодня такую тему. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, ваше существование это случайность в этой жизни или закономерность? Вот я, например, точно знаю, что я живу в этой жизни случайно. Хотя говорить нет ничего не бывает случайного, но меня не могло быть, как говорится, в один щелчок. Почему? Я вам расскажу. Вот вчера был праздник Благовещения. Хороший праздник. Мы все знаем, что это за праздник. А сегодня следующий день после этого праздника. Это день памяти моей мамы. В этот день не стала моей мамой 9 лет назад. Почему я об этом говорю? Ну вот так вот и праздник о благой вести, что мать родит Иисуса и смерть моей мамы. Вот так рядышком сошлись как бы и рождение и жизнь. Вот поэтому это и навеяло меня на мысль поделиться с вами, рассказать вам. Фотографии будет там, где мама, папа и я маленькая с козликом, с козой или не знаю кто там. Какой-то маленький козленок. Это фотография 1950, наверное, 4-5 года. 1955, потому что родилась в 1954 году в конце. Вот здесь, наверное, еще толком годика нет. Вот такие вот интересные у нас были одежды. Так детей интересно одевали. Так интересно одевались наши родители. Это уже, так сказать, история. Так вот папа, который там с сигареткой, скорее всего с папиросой. Тогда мужчины курили папиросы. Я помню этот Беломор. Всегда Беломор канал, такие были у него папиросы. Так вот мой папа, он родился в ночь на Рождество. То есть вот с 6 на 7 Рождество. Как мне рассказывали потом моей бабушки, даже рассказывала про бабушка мне. Я захватила ее, она была жива. Что роды были тяжелые и по витухе, спасая мать, ребенка завернули в простынку, наверное, в какую-то тряпочку там и положили его в осенье. Это было в деревне. Это был мороз, чуть ли не под 40 градусов, как она говорит. Но это деревня, они жили на разных улицах. И получается свекровь услышала, что там у Анны роды и пришла в эту ночь узнать, как там дела. Пришла и говорит, слышу что-то. Зашла в Сенце, а что-то там пищит. Посмотрела, говорит, там лежит завернутый ребенок, шевыряется и пищит. Я, говорит, его взяла, зашла, говорю, вы что? А они там крутятся, спасают, как она говорила Анну. Они даже на меня внимания не обращают. Говорит, да ладно, ты уйди, ребенок мертвый родился, тут вот надо Аннушке помочь. Она говорит, как мертвый, он живой. Вот представляете, не приди моя прабабка тогда туда, он бы замерз просто в этих сенцах, как они говорили, да и все, в такое морозище. Так вот моего папа могло не быть на белом свете. Но, видимо, в ночь перед Рождеством случилось чудо, и он остался жив. Вот такая вот история интересная, сложная. А мамочки мои тоже. Она родилась, она жила, но она могла погибнуть. С нами всегда с кем. Ну, бывают такие трагические истории. В те старые времена, когда не было еще транспортного сообщения между машинами и ездили между деревнями и городами, даже на лошадях, она рассказывала, что когда она училась в техникуме на каникулы, чтобы прийти в деревню, ей нужно было идти пешком. И она шла пешком зимой. А это нужно было обязательно периодически ходить, чтобы что-то взять, какие-то продукты, покушать дома. Ну, времена были сложные. Вот. Раньше она ходила там с подружками, а как-то случилось так, что ей пришлось идти одной. Вышла, вроде была, говорит, погода хорошая. И вдруг метель. Метель сильная. Она говорит, я почти потеряла дорогу. Потом, говорит, увидела, как будто вроде что-то светится. Думала, что-то кто-то едет, или что-то были волки. И говорит, я одна в поле волки. Представляете, говорит, все у меня, говорит, опустилась. Думала, что все, меня растерзают. Но почему-то они пробежали стороной. То ли, говорит, они за кем-то бежали, то ли у них уже был какой-то путь, то ли ветер не в ту сторону. Волки ее не учуяли. И она, говорит, я как села в сугроб, так сидела. Потом уже чувствую, что замерзать начала. Встала. И кое-как доплелась до соседней деревни. Стучусь, говорит, вся замерзшая. Открывает женщина. До своей не дошла она деревне. А я, говорит, там комок снега. Она, говорит, ты откуда? Вот. А я, говорит, ничего сказать не могу. На коленке упала. Она, говорит, меня втащила в дом. Отогрела. И я, говорит, плачу. Только и говорю, меня чуть волки не съели. Меня чуть волки не съели. Вот так вот. Так что, мамочки мои, не могло не быть на этом белом свете. Вот. Такую историю я вам рассказала. В принципе, каждый человек, это, в общем-то, действительно случайность появления нашей жизни на земле. Вот. Но когда еще знаешь, что и у родителей такие вот были истории, когда и их не могло быть, тем более становится все очень интересным, что значит, не просто ты так родился на белом свете. Я первый ребенок в семье. Вот. А мама была третьим ребенком. Папа тоже первый. Как бы первых, ну, рожают, а вторых, третьих уже думают. А вот мамочка третьей. Когда уже у бабушки первого мужа не было. То есть, ее, в принципе, тоже могло не быть. Вот такая вот история. А теперь посмотрите фотографии. Я вам прочитаю стихотворение. Там, правда, я с бабушкой. Но все равно в пеленке. Она как-то в тему. Интересна вам была история или неинтересна. Вот. Наверное, много бывает разных вот таких вот. А может, кто-то и не знает таких историй. Может быть, родители не рассказывали. Если ваши родители еще живы, вы поговорите с ними. Это очень интересно. А если есть возможность, то и запишите их рассказы. Потому что потом вам захочется что-то узнать, но их может уже не быть. Вот есть канал. Получается, как бы, тоже не нуля называется. Там он как-то дальше забыла. Сейчас не вспомню. Можете посмотреть. Вот она записывает рассказы своей мамы. Мне всегда очень интересно слушать. Потому что мы возрастом немножко схожи. И про жизнь, когда ее мама рассказывает, ну, где-то немножко не так. У меня мама, в принципе, потом прожила в городе. А та в деревне. Тоже очень интересно. Потому что таких источников уже может не быть. Вот. Поэтому вдруг у вас остались родители, и вы истории их жизни не знаете, появление своего на свет. Спросите их, они вам расскажут. Будет очень интересно. Маме. Хочу быть ребенком, чтоб снова в пеленку. Закутала мама и песенки пела. Ругала за дело. И плавно качала. И нежно шептала. Что любит меня. И ручки, чтоб мыла. И с ложки кормила. Родная моя. Всего вам доброго. И светлого. Приходите на мой канал. Поговорим еще о чем-нибудь.